Т26Е5 Согласно которой разработчики на период, пока машинка находится в продаже, ну, немножечко втихаря где-то что-то ей подкручивают. Более точное орудие, больше шансы попадания в те места, куда нужно попасть, больше немножечко там по ощущениям моим субъективам подвижности, бронированности, больше рандомных рикошетов происходит от машин, которые обладают броней и их рекламируют как бронированные танчики, да? Большую маневренность и подвижность более легкой техники. Ну, короче говоря, втихую где-то что-то улучшают. Официально ничего не меняется. И вот по теории заговора, с момента, когда машинка уходит с продажи и спустя какое-то неопределенное конкретное время, хотя может и определенное, не знаю, машинка вроде бы начинает где-то в чем-то терять. То есть, ну, все больше и больше тебя пробивают, все менее точно стреляет пушка. Ну, короче говоря, вот согласно этой теории, это делается для того, чтобы повысить продажи машин. То есть, ребята снимают обзоры на машины, соответственно, вы их смотрите, в том числе и мои обзоры смотрите на машинку, но вождевеете приобрести ту или иную машинку, покупаете ее, ну и, соответственно, потом начинаете расстраиваться, когда машинка начинает нерфиться сама по себе без официальной информации о том, что это проводится. И вот такая вот теория существует. Я говорил о том, что Т26Е5 это, по моему скромному мнению, must-have прем 8 уровня тяжек для новичков. Машинка довольно неплохая, довольно играбельная. Я ее катаю уже очень давно, не довольно часто, но давно она у меня находится в ангаре. И вот сейчас, без обсуждения технических подробностей, все вы сможете узнать по ссылочке, которая будет в конце видео на сам обзор. Я имею ввиду узнать все о машинке, о технических характеристиках и возможностях. Просто берем и забрасываемся в бой. Итак, ребят, пока запрыгиваем в бой, хотелось бы обозначить, что за 6500 я тогда рекомендовал приобрести данную машинку. И, честно говоря, очень надеюсь, что те, кто купили эту машину по моей рекомендации, они не жалеют о покупке. Ну и, соответственно, у меня сразу первая просьба. Ребят, напишите в комментариях, кто приобрел данную машинку за 6500, когда она продавалась 2 месяца назад. И какие у вас на сегодняшний день ощущения от данной машины. Я вам буду безумно благодарен, а еще данная информация будет безумно полезной информацией для тех, кто думает покупать эту машину в будущем или не покупать. Заранее вам огромная благодарность за такой коммент под данным видео. Итак, ребят, по подвижности машинка катается, как и всегда каталась. Я не ощущаю в ней в подвижности абсолютно никаких изменений, что меня, честно говоря, безумно радует. Едем дальше. Что касается времени сведения. Ну, не знаю. Честно говоря, возможно, я, конечно, придираюсь. Может, я сам себе чего-то надумываю. Да, вот, когда человек верит в НЛО, он очень часто видит летающие тарелки, даже там, где их нет. Но мне кажется, что сведение у данной машинки было чутка бодрее. Но в любом случае, в конце видео будет ссылочка на обзор данной машинки, когда она находилась в продаже. Ну и, соответственно, вы сможете посмотреть по ссылочке это видео и рассудить меня в данной ситуации, прав я или не прав, придираюсь или не придираюсь. Мне кажется, что все-таки с разбросиком немножечко чего-то произошло. Так, ну, броню вот это сейчас рандомный рикошет был. И, честно говоря, машинка всегда так игралась. Но вот сейчас на 607 ко мне залетело. Не очень, конечно, приятно. Я так понимаю, что сейчас товарищ ИС будет мне мешать добрать союзника. В принципе, правильное действие с его стороны абсолютно. Ну, а здесь меня еще и в борт разбирает ПТ-шка. Короче, приятного мало. Так, ну вот, пожалуйста, результат налицо. Пробили меня. Пробили, ребятки, вопросов нет. Давайте досматриваем бой, выкатываемся, смотрим на результат и запрыгиваем в следующую катку. Итак, ребят, бой закончился. Бой закончился со следующими результатами. Поражение. 1190 единиц нанесенного урона. Один уничтоженный противник. В плюсе на 25 серебра. С учетом того, что медалек нам никаких не дали. А значит, фармит. Это уже хорошо. И мы в середине по урону. Ну, имеем то, что имеем. Сейчас только давайте посмотрим. Да, бустеры у меня отключены. То есть, получается, ребят, это реальный чистый фарм машины. Запрыгиваем в следующую катку. Пока забрасываемся в бой. Ребят, хочу попросить каждого из вас, кто не подписан. По желтому шильдику в правом нижнем углу в один клик вы можете стать постоянным зрителем канала. Я вам буду безумно благодарен за это, потому что это реально огромный вклад в развитие моего канала. Ну, и в поддержание моих начинаний и оценка моих трудов. Огромное вам спасибо за благовременно. За такие действия. Буду, ну, прям совсем-совсем признателен. Так. Я не хочу ехать вместе с тяжами. Туда поехало три тяжа. Плюс туда тянется ПТ-ха. Ну, и, соответственно, трое на трое плюс их ПТ-шки. Плюс-минус. Все справедливо. Я поеду сейчас к СТ-ЛТ направлению. Не знаю, честно говоря, легкий танк сюда поехал или не поехал. Явно ПТ-шка станет там, как обычно, в кустах. Хотя бы одна из них. Ну, по крайней мере, будем на это надеяться. Соответственно, попытаемся туда прорваться. Ну, туда даже вон тяжик подтянулся. Тигр-П. Кстати, недавно делал на Тигр-П обзорчик. Кто не смотрел, ссылочку добавлю. Посмотрите. Я думаю, вам понравится. Так, ребят, ну, честно говоря, как-то вот... Я могу придираться, но, по-моему, немножечко по-другому танчик игрался во время обзора. Я же говорю, может, я цепляюсь, ребят. Вопросов нет. Рассудите. Если кто со мной не согласен, напишите. И, как говорится, обоснуйте. Мне даже кажется, честно говоря, вот, ну, сугубо по ощущениям, что когда я играл его на обзоре, даже как-то вот вроде альфа почаще заходила, ну, повыше, скажем так. Не знаю, не знаю, ребят. Я же говорю, возможно, я придираюсь, спорить не буду. Так, ну, здесь я косанул сейчас с выстрелом. Это сейчас не пушка сделала. Нечего тут, как бы, рассказывать не буду. А то, так, знаете, можно обзоры делать и рассказывать, что во всем виноваты разработчики. Так, ну, не нравится мне, честно говоря, вот эта заподня, в которую я сам себя заманил. Буду потихоньку раковать назад. Ну, вот, как-то вот по ощущениям, мне кажется, что на обзоре я бы с такой позиции все-таки попал в ПТ-ху с пробитием. Ну, не знаю, ребят. Так, ладно. Вынесли, ребята. Вынесли, досматриваем бой, смотрим, что будет по результатам боя. Итак, ребят, закончился бой. 1170 единиц урона, один сделанный фраг. То, что мы проиграли, ну, это такое дело. Мы заняли первое место в команде по урону. И, давайте так, 1170 единиц урона в этом бою. Смотрим в прошлом бою. 1190 единиц урона. Короче говоря, ребят, из боя в бой, победа либо поражение, ну, я бы сказал, что урон наносится по размеру один и тот же. Вопрос только в другом. Вопрос в том, что мне кажется, что машинка, ну, все-таки в чем-то чуть-чуть лучше отыгрывалась на обзоре. Могу, конечно, ошибаться. Ребят, рассудите, напишите в комментариях, согласны ли вы со мной в отношении теории заговора и в отношении того, изменилась ли, конечно, сама машина Т26Е5. Если изменилась, то по вашим ощущениям, насколько. Ну, а для того, чтобы было проще для тех, у кого машины нет, есть вот здесь вот в подсказочке, сейчас должна появиться ссылочка на обзор данной машины, которую я снимал два месяца назад. На данный момент у меня все. Спасибо большое за просмотр. Жду ваших комментариев и от тех, кто смотрит видео без подписки, ваших подписочек по желтому шильдику, который видите в правом нижнем углу экрана. Всех благ, всего хорошего, мира и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова